здравствуйте дорогие друзья с вами лилия гарапаха и я рада приветствовать вас на моем канале мы продолжаем наше приготовление к пасхе и сегодня мы с вами будем делать декоративную корзиночку для наших декоративных яиц и так что нам для этого понадобится из инструментов нам нужны будут клеевой пистолетик ножницы зажигалка иголка с ниткой карандашик вспомогательная булавочка и также нам нужны будут ленточки сегодня я взяла голубую ленточку атласная шириной два с половиной сантиметра и 2 2 цвета ленточки шириной 0 6 сантиметров для ручки также нам понадобится кусочек картонки нужно нам также будет линейка или сантиметр ну и карандашик ну и как за основу нашей корзинки мы сегодня возьмем вот такой вот контейнер очек пластиковый контейнер очек вы все наверное делаете закупки супермаркетах и наши продукты все упакованы вот в такие в те или иные пластиковые контейнер очки я думаю для вас не составит труда найти такую емкость дальше для чехольчика нам нужно будет ткань для того чтобы покрыть нашу корзиночку внутри также нам нужно будет кружева конечно я взяла широкая желательно широкая но если у вас нет вы можете взять и узкая и так дорогие друзья приступим к работе и так дорогие друзья прежде всего нам нужно сделать срединку для нашей корзиночки мы берем нашу полистироловую заготовочку емкость переворачиваем так как у меня верхняя сторона больше естественно я буду делать побольше немножечко внутренность и так мы положили нам нужно учесть также размер высоты нашей емкости так чтобы у вас было скажем вот так вот если вы возьмете у вас было еще немножечко загибче или не надо просто вот так вот чтобы по высоте у вас проходила и так и здесь и здесь теперь вы обчерчиваете обчертили теперь вы измеряете высоту вашей емкости у меня составляет 7 сантиметров и вы добавляете 7 сантиметров по всему периметру вашей ткани вот так вот и так вы прочертили вот так вот теперь вы соединяете соединяете все наши пунктиры и затем только вырезаем и так вы вырезали теперь посмотрите что мы делаем мы берем нашу емкость опускаем вот так вот на донышко нашу заготовочку и конечно же нам нужно сделать защипочки вот такие вот как видите они сами уже ложатся для того чтобы вот так вот сделать наше нутро аккуратненько и так вы берете и прошиваете да вот этой части до загиба иголочкой с ниткой прошиваете машинным швом если хотите вы эту процедуру можете сделать на машинке вы дошли до конца и закрепляете узелочком и такую процедуру вы делаете по всем четырем углам вот эти вот прошитые края не обязательно их обрезать если хотите обрежьте но они будут всего-навсего вот так вот заворачиваются и их все равно не будет видно и так дорогие друзья как вы видите вы сделали срединку нашей коробочки как видите у меня здесь побольше ничего страшного вы или обрезаете или вы можете подвернуть но это уже будет потом а сейчас итак дорогие друзья сейчас нам понадобится наша емкость ленточка клеевой пистолет и ножницы ну и для удобства вы можете взять булавочку побольше и так что мы будем делать прежде всего это по желанию или вы начинаете с длины или вы начинаете из поперечных ленточек и так я буду начинать из длинных то есть нам нужно вот так вот провести нашу ленточку мы ставим я ставлю клеевую полосочку креплю изнанкой нашу ленточку и затем провожу нашу ленточку вот так вот сильно не затягивайте провожу нашу ленточку до следующего края и отрезаю ту длину или вы сначала крепите потом отрезаете я вначале отрезаю ту длину которая мне нужно и придерживаю вот так вот ставлю опять полосочку клея и приклеиваю одна полосочка тоже процедура уже по желанию вы можете проходить и на расстоянии и можете также ее делать рядышком я буду делать рядышком опять ставим прошли отрезали обжигать не надо это все будет закрываться заклеивается и опять ставим и подклеиваем и так вы сделали три ли ленточки по длине теперь вам нужно тоже сделать поперечные и так вы подклеиваете ленточку уже поперечную подклеили теперь вы обводите ее до той длины которую вам нужно и обрезаете но теперь желательно эту ленточку обжечь тоже берете вспомогательную булавочку и теперь можете и без булавочки по желанию вам нужно провести вот так вот внутрь поверху и опять внутрь то есть мы уже начинаем с вами плести и только затем только затем вы отстегаете булавочку и крепите вашу ленточку на другом конце точно такая же процедура только уже под низ вашу ленточку вот так вот это поверху вы крепите с этой стороны вот так вот но тут уже если вы крепили здесь уже нужно ленточку крепить одна возле другой чтобы уже не было видно вот тут вот внизу пространство пластика и так вы обводите плотненько обрезаете и крепите закрепили теперь опять точно так же это под низом поверху и под низом и так дорогие друзья вы дошли до конца и у вас получился вот такой вот посмотрите красивый низ теперь нам нужно заделать боковушки но но дело в том что у нас вот эти полосочки должны быть не парном не парного количества так как у нас сейчас на данном этапе парное количество теперь что я вам предлагаю вы находите где у вас пространство сбоку немножечко побольше и нам нужно подсоединить с вами еще кусочек ленточки вот так мы подсоединяем ее то есть у нас уголочек один будет более закрыт для того чтобы аккуратненько ее подсоединить мы либо заводим под эту ленточку либо под низ подсоединили и теперь у нас уже не парное количество вот этих ленточек ну и теперь я предлагаю воспользоваться конечно же булавочкой я продеваю булавочку и мы начинаем плести нашу ленточку ну посмотрите как мы плетем если эта ленточка у нас пошла под низ то конечно же мы эту ленточку продеваем ну и вот как вы видите вы дошли до вот этого стыка у нас где мы подклеивали ленточку угловую это ленточка у нас идет поверху это должна заходить вниз и мы теперь идем дальше точно так же переплетая только уже идем ведем следующий ряд ну и дальше идете по второму кругу и так дорогие друзья мы подошли к концу и для того чтобы нам аккуратно заделать наши края так как видите здесь ленточка когда она переходит на второй ряд она немножечко морщится выглядит некрасиво теперь мы там где начинали мы немножечко отрезаем побольше кусочек край мы ее обожжем нам нужно ее завести вниз под ту ленточку который мы с которой мы начинали которую подклеивали вот так вот помогайте себе ножничками вот в я завела аккуратненько и теперь нам можно ее вот тут вот подклеить подклеиваем и все она у нас уже никуда не двигается теперь эту же ленточку которой мы продолжали переплетение нам тоже нужно ее аккуратненько посмотрите вот так вот я подтягиваю чуть-чуть отрезаю больше чем положено и нам нужно эту ленточку завести под ту ленточку которую мы с вами подклеили вот таким вот образом вы завели и точно также подклеим аккуратненько с изнанки все подклеили теперь этот кончик опять обжигаем и заводим внутрь вот так вот под эту ленточку опять ставим капельку клея и заводим внутрь и подклеиваем все у нас здесь все аккуратненько теперь мы обрезаем нашу ленточку сжигаем и подворачиваем вот так вот под ту ленточку которой мы начинали наносим клей и подклеиваем все мы с вами закончили оплетение и вот такая вот пока что корзиночка у нас с вами получил теперь дорогие друзья нам нужно соединить наше нутро если у вас нутро вышло намного больше вы по желанию вы можете либо обрезать либо я сделать так как делаю я то есть я вот так вот подгибаю внутрь видите подгибаю внутрь ровняю это все чтобы было ровненько и теперь нам остается только лишь подклеить листья вот сюда вот краю Субтитры создавал DimaTorzok